Это мой боди! Это моя половинка боди! Всем привет! С новой рабочей неделей, а вернее она начнется завтра, а она у меня вообще и не заканчивалась. И сегодня прошел этот сумасшедший день, который был у мастер-класс Ирины Павшиной, мы конструировали, и Ирина отшивала боди кружевной прозрачной с отрезной чашкой. Я вам хочу показать! Вообще, блин! Смотрите! Это мой боди! Это моя половинка боди! И кружево, и мушки, и все так-так круто-круто! Вот она чашка! Это здорово! Особенно, когда я померила хоть половину этого карсета, но я его примерила, это так здорово смотрится! Осталось теперь не брать заказы, и шить себе боди лекала уже есть, технологии уже есть, и на днях я надеюсь, что на днях я все-таки пошью себе боди. Месяца три, наверное, грезила, грезила этим днем, теперь все, я теперь буду шить боди. Утягивающие, прозрачные, с кружевом. Это здорово! Начну с себя, сделаю себе подарок. У меня там забавный случай случился недавно, вот на днях, можно так сказать. Я даже не знаю, смеяться от этого или плакать, но, в общем, мне в личку написала девушка, и, в общем, она говорит, что смотрит наш канал, и что ей все нравится, ей нравится наше название, храбрая партняшка. Ей говорит, что хочет открыть ателье тоже, и, в общем, назовет его этим же названием храбрая партняшка. И еще она причем-таки задала вопрос, что если вы не против, как бы я против, ну, это мое название, мы придумали, как бы это наш бренд, можно так сказать. Но что я ей написала, что я как бы против, и мне неприятно данная ситуация? Она написала, что... Ну и ладно. Мы, типа, не запатентовали наше имя, и, типа, это не важно. Причем-таки, знаете, что самое интересное? Самое интересное это то, что она еще у нее, то есть хватило или наглости, или я не знаю, чего ее хватило просто. Она еще спрашивала у меня, как открыть курсы. В общем, как это обстоит дело у нас. То есть, я не знаю, что в голове у этого человека, и как вообще, и что вообще. В общем, так что, если увидите в интернете еще название, в Башкортостане, по-моему, храбрая партняшка, мы никакого вообще отношения не имеем к этой личности, к этому ателье, в общем. Пусть у нее все будет хорошо, пусть у нее все процветает, как бы, а все остальное на ее совести. Остается только смеяться, потому что плакать не хочется. Трустол и пою. Не пускай меня, не пускай, не пускай меня, вдруг кто увидит, не пускай. Настроение хорошее просто. Обалдеть. Может, мы зря это? Мучаемся, зря учились. Нам просто принесли и попросили крой из бурды сделать, просто сострочить. Я не знаю, то ли нет машинки у человека, то ли еще что-то. И получается, что рукав вошел идеально, и выглядит он обалденно. Может, мы зря учились, и не надо было. Вон, есть бурда. Смотри, как здорово смотрится на манекене-то. Рукав вообще обалденный. В пальто одношовный рукав. Это нонсенс. Что-то я не понимаю в этой жизни. Вообще, смотрится пальто вообще круто. Но может быть, мы зря вообще работаем. Нет, работа я не зря. Просто можно, видимо, можно проще сидеть. мать и бабушек. Хватит бабушек. Хватит бабушек. Хватит бабушек. Прикольно. он там еще с поясом. Сочетам идет. Класс. Офигеть. О, дай я на себя померю. Мне сама концепция балахона нравится. Может, мне пуховик такой сушить? Шить. Ну, да, прикольно. Не, ну, пуховик у нас по-другому. Именно вот это вот мне нравится, что отвороты, и она смотрится забавно. Можно в раскрытом состоянии, а можно под пояс. Так будет прикольно. И так, и так прикольно. Тут, естественно, что по борде, может быть, надо размеры смотреть, можно не попасть. Корректировать же надо. Сейчас нас тапками закидает, что мы снова по борде шьем. Ну, мы не шьем по борде. Это мы просто попросили, мы шнеем. забавно сушить за джинсами и с платьем будет прикольно. Идите, ой, колется, зараза. Какая-нибудь еще хорошая, мягкая, хорошо под... О, у тебя тоже плечи небольшие. Ну да. Здесь у крыльчика. Сейчас я еще на пассажировую тесну. Класс. Ну как, а лицом? Тоже прикольно. А? Повернись-ка. Мне кажется, тебе, ты брюнетка, тебе надо какой-то яркий такой. я тебе лицо, видишь, не сливаюсь. Я же говорю, тебе яркий какой-то нужен. Ну, а так фасон прикольный. А еще, дорогие мои, что я хочу сказать, пока не забыла. Влог это дневник нашего ателье, это дневник моей деятельности. Если вы ждете каждый влог, что я вам покажу какой-то мастер-класс, какой-то нюанс, нет, не ждите, пожалуйста, не расстраивайтесь, не ждите. Это просто вот делается для души, для того, чтобы показать, как проходят мои будни, можно так сказать, мои трудовые дни. Поэтому не ждите, пожалуйста, никаких мастер-классов. Мастер-классы будут выходить по мере нашей возможности отдельными видео. все, у меня все. А я сегодня буду работать одна, Наташа у меня поехала отдыхать в горы. Кататься, причем таки сказала, не будет, будет дышать свежим воздухом. А я сегодня дошью два корсета, причем таки они у нас разные. Сейчас покажу, в чем различие. Они оба этих корсета, бельевые и сетки, но, но, один из них, вот, с тоннельной лентой, с готовой уже, с тоннельной лентой, а другой с кулисками, которые по косой вырезаются, делаются сами. То есть, вот, изнанка корсета, вот она. И вот, изнанка второго корсета. Причем таки, мне нравится больше тот, в котором кулиски я сделала сама. Оно как-то более лаконично, более аккуратно смотрится, нежели вот эти вот готовые туннельки. И я даже не знаю, что проще делать кулиски или туннельки. И там, и там есть какие-то нюансы. Так что, сегодня буду дошивать, вставлять кости. Самое мое нелюбимое, вообще ненавижу, вставлять кости. У меня после этого вот тут вот кончики пальцев болят, потому что очень туго они должны идти, чтобы они не крутились. И сегодня мне как раз таки осталось вставить кости и пришить кули... обтачку понизу. А вообще я сейчас ехала на трамвае, и у меня куча-куча мыслей всяких разных. Как, я не знаю, когда там научатся клонировать людей? Потому что мне хочется для вас снять мастер-класс, допустим, у меня там есть одна идея. Мне хочется пошить на себя боди, мне хочется все-таки из тех кружавчиков, которые я вам показывала в прошлом выпуске, сделать комплекты нижнего белья. И вообще столько всего хочется. Надо себя как-то клонировать или как-то не спать. Но все со временем, я думаю, я сделаю. Главное поставить цель и сделать. Пошла я. Сейчас кофе попью и снова за работу. У вас также мне интересно, вы также хотите себя клонировать или нет. Дамы и господа, спасибо вам за просмотр. Если вам понравилось и вам не сложно, то ставьте нам лайк, подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok